МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Павло Олійник та Сергій Кудревич – засновники «Обама Бургертрак». Це один із перших повністю автономних фудтраків в Україні. За перші три дні хлопці продали 400 бургерів. А, привет, ребята! Привет! У вас высшее образование, оно связано с гостиничным бізнесом. При этом еще и вы, собственно, понимаете, что должны делать официанты. Скажите, а что вот из этих познаний вам больше понадобилось в вашем бізнесе? Все. Все ж таки, це бізнес на колесах. Це по-перше. По-друге, ну, никогда не знаешь, где будут люди гуляти на фестивалі, а один не будут гуляти. Взагалі, якісь проблеми довелося вырішувати? Всегда. Всегда бывает погода, бывает настроение людей, бывает не то место, бывает всякое. Бывает пробьется колесо. Мы уехали с уличной еды, у нас чуть не отломалось колесо, мы его неделю ремонтировали. Реально ли без там особо каких-то документов или лицензирования бизнеса можно открыть подобное маленькое трек предприятия и создать свою марку изготовления вот тех же бургеров? Ну, изначально нужно, наверное, зарегистрировать предпринимателя, в первую очередь. Ага, частный предприниматель. А во-вторых, так как мы переделываем автобус, нам нужно в институт переоборудования получить разрешение, висновки, все ли правильно. Зараз мы с логикой выбегаем на улице Киева для того, чтобы запитать у наших глядачей про все вопросы, которые касаются вашего бренда. Купаешь вуличную ежу? Не советую никому. Лучше всего есть дома. Ну да, я часто бываю на платформе на вот этой вуличной еде. Для фигуры блога. А кто же не купит? Люблю себя там побаловать раз там на рік. Как проверить, как есть стритфуд? На себе как-то не дуже хочется. Или у знакомых спросить. Если тебе там стало плохо, то уже понимаешь, что больше туда не пойдешь. Только на второй день ты можешь узнать, что добрый же или нет. В зависимости от внешнего вида, как на таких природных ощущениях. Доброе знать лично, кто их продает. Обама-бургер. Как ты думаешь, что это такое? Фастфуд какой-то. Прогрессивная американская культура, такая демократичная. Поширюют американские ценности в Украине. Те бургеры, которые добавляют чернила каракатицы. Новый крок до свободы. Обама-бургер. Да, наверное, это они. Большинство людей ответили, что бургеры, вот эти обама-бургеры, они должны быть, конечно, темными, 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 аж даже черными. Вот вы используете чернила каракатицы для того, чтобы украсить ваши бургеры? Во-первых, это же расизм ужасный вообще. Невероятный. Это черный гумор. Так вот же, у вас есть черни бургеры? Категорически нет. Почему? Это сейчас такой письмо. Сейчас тренд, как раз для девчата, кружевые бургеры, а больше там черни для человека. Крубочка в кофе. Да, да. А потом, что мы будем делать тогда, когда будет немодно? Ну, хорошо. Это же было вкусно. Вы же домой не покупаете черный хлеб, черный-черный. Но у вас же есть явно какая-то киллер-фича, которая вас отличает от других ребят, которые изготавливают бургеры подобные. Вот что за фишечка у вас? У нас большая котлета. Большая котлета, свежая сдобная булка. А тогда вопрос такой. Да-то вы надеялись, а это больше, так? Что делать вегетарианцам? У нас есть вегетарианский бургер, называется Вегас. А из чего он состоит? Из грибов и красных бобов. Ладно, пойдет, прошли тест. Тогда оправдывайтесь, пожалуйста. Ведь многие действительно боятся покупать еду на улице. Но они считают, что это не гигиенично. Санитарные нормы, они не предусмотрены к подобному баллу. Вообще, это понять очень просто. Ну, на улице. Вы можете подойти и посмотреть, как готовят еду, которую вы сейчас будете кушать. Ну, а теперь главное. Вашим конкурентам, которые сейчас смотрят телеканал М1, что вы можете порадить? Тобто, тем людям, которые только будут открывать свой фуд-бизнес. На самом деле, в этом бизнесе конкурентов в Украине сейчас нет, по сути. Ну, это сейчас, завтра будет. Нет, мы, наоборот, за то, чтобы этот рынок развивался. Потому что, ну, люди будут об этом узнавать и не будут бояться, вот как вы говорите, кушать на улице. Пускайте к себе обязательно, чтобы люди могли посмотреть, что у вас все хорошо, чисто и прекрасно. Спасибо вам за оптимизм в этой студии. Спасибо вам. Вам спасибо. До новых встреч. А у нас с вами встреча будет уже за годину. Ведь в продолжении стартап-шоу с НСКФОЕ 3 в 1 тебя ждут креативные идеи, невероятные факты и неожиданные арт-проекты. Например, габаритные вогни для коней. Например, умная кружка. Ну, а еще дроны, которые будут поведомляться вам про акул. Да, будьте с нами ровно в 5. Включаемся, включаемся. Субтитры подогнал «Симон»